Привет, друзья! Всем огромный привет! Наверное, в России уже снег выпал, у нас немножко похолодало, но еще светит солнышко. Мне поступает очень много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много. Мне поступает очень много писем с просьбой, что-то мы давненько не видели от нашего любимого композитора мастер-класса. Пользуясь тем, что у меня маленький перерыв между сериями, я решил для вас сделать мастер-класс. Поехали! Меня часто спрашивают, Василий, а какая ваша самая любимая серия? Хороший вопрос! Хорошие! За 12 лет я уже написал более 100 серий, и выбрать из них самую любимую очень тяжело. Но есть одна очень интересная серия. Нравится мне эта серия, потому что она новогодняя, и там звучит одна из моих самых любимых песен. Но хочу обратить внимание не на песню, не на настроение новогоднее, а именно на сложность написания музыки для этой серии. А называется она «С любимыми не расставайтесь». То, что я сделал в этой серии, думаю, что не делал ни один композитор в мировой индустрии мультипликации. В чем сложность? Давайте откроем сессию и посмотрим на самом деле, насколько было сложно написать музыку именно к этой серии. С чего мы начнем? А начнем мы с того, что мне прислали серию. Прислали серию, и мы сейчас увидим тот вариант, который увидел я. Без музыки. Ура, ура, вот Новый год, и мне дадут подарки. И шарики подвесим, и встанем в хоровод. А мне, а мне дадут подарки. И елочка большая, и звездочка на ней, а мне дадут подарки. Гирляндами украсим мы ёлочку свою, а мне дадут подарки. И Дед Мороз примчится к хорошенькой ко мне, и все свои подарки, конечно, мне вручит. Ну, вы помнили, да, что мне прислали серию, в которой Маша уже поет песню. Причем это не была песня. Это просто Алину Кукушкину попросили напеть какие-то фразки. Допустим. Ура, ура, вот Новый год. Ура, ура, вот Новый год. Ни мелодии, ни ритма. Ура, ура, вот Новый год. И мне дадут подарки. И мне дадут подарки. Я спрашиваю режиссера, а что здесь нужно писать? Может быть, надо было сначала мне написать песню, и потом попросить Алину, чтобы она напела ритмически. А здесь просто нарезка фраз, не в тональности. Вообще от либитум, как говорят музыканты. И мне нужно поймать ритм, мне нужно поймать тональность и еще подложить гармонию. Этого в мире никто никогда не делал. Режиссер говорит, ну ты гениальный, ты должен это сделать. Это его любимая фраза, между прочим, гениальная. Ну, раз меня назвали гениальным, то нужно соответствовать этому названию. Я говорю, ну, дай мне хотя бы какую-нибудь подсказку, как делать. Я говорю, ритмически очень тяжело это все создать. Он говорит, ну, сделай джаз какой-нибудь, чтобы там что-то играло, что-то там на заднем плане. Я говорю, ну, давайте попробуем подставить сюда какую-нибудь мелодию и посмотрим, как она будет звучать. Допустим, берем новогоднюю песенку и ставим ее в проект и смотрим, как у нас получается. Понимаете, любую какую музыку сюда не поставь, будет абсолютный бред. Что делать? Это просто какой-то кошмар, я не знаю. Режиссер мне говорит, Василий, попробуй, ну, какой-нибудь джаз сделать. Допустим, вот такой вот. Ура, ура, мой год, и мне дадут подарки. И шарики повесим, мы встанем в хоровод. А мне, а мне дадут подарки. И елочка большая, и звездочка на ней. А мне дадут подарки. Гирляндами украсим мы елочку свою. Бред сивой кобылы. Как на это можно написать музыку? Я не знаю, у меня был взрыв мозга, просто нереально. Ребята, вы себе даже не представите, я ходил, губился головой об стенку, я не знал, что сочинить. Я пытался поймать темп, я пытался поймать тональность. Там мелодия начинается в одной тональности, заканчивается в другой тональности. Через какое-то время вообще в третьей тональности, уходит в четвертую тональность. Слава Богу, я приблизительно поймал темп, и он у меня был, сколько? Вот он, 127. Я поставил вот такие вот колокольчики. Джингл называется. Джингл Белл. Они дают такое новогоднее настроение. Дед Мороз на оленях, или это Санта Клаус, неважно, на оленях мчится раздавать подарки. Поэтому у оленей вот эти вот колокольчики висят на шее, и они, бубенцы, они звенят. И я поймал приблизительно вот этот темп. Но все равно ритмически Маша не попадала в этот темп. И мне пришлось фразы сдвигать. Но их пришлось сдвигать в том месте, где Маша отворачивается, и нет синхронизации, так как мультфильм уже был сделан. Смотрите, что у нас получилось. Оставляем голос и джингл Белл. Ура, ура, вот Новый год, и мне дадут подарки. И шарики повесим, мы встанем в хоровод. А мне, а мне дадут подарки. И елочка большая, и звездочка на ней. А мне дадут подарки. Тоже бред какой-то получается. Но, по крайней мере, я хоть подвинул вокал так приблизительно, чтобы хотя бы он заканчивался на последнюю долю. Растягивать я его никак не мог, потому что все уже, Маша рот открывает в мультфильме, и это уже переделать не могут, потому что над каждыми тремя секундами люди работают месяцами, неделями. Второе, что я сделал, я пытался поймать тональность. На рояле. Включил рояль и стал подбирать. Допустим, если у нас Маша поет. Ура, ура, вот Новый год. А мне дадут подарки. Вот если у нас. Ура, ура. Вот какие-то акценты. Раз, ура, ура, вот Новый год, надо попасть. И мне дадут подарки. Какие-нибудь такие акценты. Мне пришлось постоянно делать акценты на рояле и сдвигать постоянно тональность. Давайте послушаем, что получилось. Ура, ура, вот Новый год. И мне дадут подарки. И шарики повесим, мы встанем в хоровод. А мне, а мне дадут подарки. И елочка большая, и звездочка на ней. А мне дадут подарки. О, попал. Гирляндами украсил мою ручку свою. А мне дадут подарки. И Дед Мороз примчится к хорошенькой ко мне. И все свои подарки, конечно, мне вручит. А мне дадут подарки. Ну, видите, все на таких синкопах, чтобы хоть как-то разрядить ту ритмическую основу, которую Алина напела в роли Маши, так скажем. Дальше нам нужны были какие-нибудь джазовые барабаны. Я взял джазовый кит. Кит – это комплект барабанов, на которых играют либо палочками, либо щеточками. Вот я взял щеточки. Приблизительно, если взять малый барабан, то он звучит вот так. Давайте с голосом послушаем. Ну вот уже ритмически и с пианином, с роялем уже что-то начинает вырисовываться. Добавил еще рим-шот. Это вот такой вот, когда палочка бьет по ободу барабана. Ну, естественно, нужно бас-барабан добавить и железо. Подарки и шарики повесим, мы ставим в хоровод. А мне, а мне дадут подарки. И елочка большая, и звездочка на ней. А мне дадут подарки. Гирляндами украсим мы елочку свою. А мне дадут подарки. И дед Мороз вручится к хорошенькой ко мне. И все свои подарки, конечно, мне вручит. Весь год была послушной и аккуратной я. Конечно, все подарки, конечно, будут мне. Так, так как это у нас новогодняя серия, то здесь должны быть какие-нибудь такие инструменты, как вибрафон, который дает такую сказочность, загадочность, колокольчики, всякие колокола и маримба. Это такие деревянные ударные инструменты. Что у нас вот получается. Смотрите, я пустил здесь на заднем плане колоколами тему джингл-белл. Смотрите. А здесь Маша бежит вниз по спирали с гирляндой. И я тогда добавил инструмент маримба. Вот этот вот. Ну, вы поняли, да? Получается, уже что-то начинает вырисовываться. Тогда для такого джаза, конечно, лучше всего записать контрбас. Дум-дум-дум. Ходячий. Ну, сначала нужно его записать акцентами вместе с роялем. Ну, а потом в одном месте, где Маша уже делает взлетную полосу, нужно делать его такие дун-дун-дун-дун-дун, как в джазе. Просто где они идут, называется, ходячий, я его называю, ходячий бас, когда они просто гаммами играют. Дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. И все это создает такое полу-новогоднее джазовое настроение. Ура, ура, вот Новый год, и мне дадут подарки. И шарики повесим, мы ставим в хоровод. А мне, а мне дадут подарки. И елочка большая, и звездочка на ней. А мне дадут подарки. Гирляндами украсим, и елочку свою. А мне дадут подарки. И дед Мороз примчится к хорошенькой ко мне. И все свои подарки, конечно, мне вручит. Весь год была послушной и аккуратной я. Конечно, все подарки, конечно, будут мне. Чего-то не хватает, подумал я. И решил записать гитару. Я отключу вам ее соло, чтобы вы приблизительно поняли. Я ее записывал, потому что только музыканты могут услышать, как она звучит в аранжировке. Поэтому я оставлю аккомпанемент гитары. И, наверное, бас и барабаны. Что у нас получается? Вот где-то так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заметили, как я соединил джаз и рок-н-рол? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну, чего-то еще не хватало. И получается у нас это уже как песня. И ура, ура, вот новый год нужна, чтобы шла какая-то тема. Тема хотя бы... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я взял гитару и написал тему. И вот я пока оставлю только гитары, барабаны и бас, чтобы вы услышали, как звучит эта тема на гитаре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И в конце, видите, я сделал такой вот интересный... И есть эффект педали, вибрато. Как у органа Хаммонд, называется Лесли. Вот уже что-то стало вырисовываться. Поэтому давайте я пока закрою голос. Послушаем, как получилась сама мелодия без голоса Маши. Она получилась довольно очень интересная. Не раздробленная, не такая акцентированная. И целиком очень красивая новогодняя джазовая рок-н-рольная композиция. Давайте послушаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Вот такая получилась новогодняя песенка. Из каких-то фразок, которые мне прислали. А ура, вот Новый год, и мне дадут подарки. И шарики повесим, и встанем в хоровод. А мне, а мне дадут подарки. И ёлочка большая, и звёздочка на ней. А мне дадут подарки. Да, вот видите, из того, что мне прислали, получилась очень красивая и замечательная песенка. Можно сказать, что это уже песенка, которая писалась под записанную. И я даже не знаю, надо было рэп писать, что ли. Потому что здесь ни мелодии, ни гармонии, ничего нет. Если кто-то такую работу в мире когда-то ещё делал, пожалуйста, напишите мне в комментариях. Потому что я об этом не слышал никогда и не видел. Давайте ещё раз послушаем целиком. И вы сможете, наконец-то, благодаря тому, что я вам показал, какой инструмент, что, где делает акцент и что он играет, вы теперь эту мелодию или песню, не знаю, как хотите её называйте, можете услышать совершенно по-другому. Давайте внимательно послушаем. Субтитры делал DimaTorzok Ура, ура, вот Новый Год! И мне дадут подарки! И шарики повесим, мы встанем в хоровой. А мне, а мне дадут подарки! И ёлочка большая, и звёздочка на ней! А мне дадут подарки! Гирляндами украсим мы ёлочку свою! А мне дадут подарки! И Дед Мороз примчится к хорошенькой ко мне! И все свои подарки, конечно, мне вручит! Весь год была послушной и аккуратная! Конечно, все подарки, конечно, будут мне! И дальше, если вы заметите, идёт тема уже новогодней песни. Как я из одной джазовой мелодии Начал подготавливать ваш слух К произведению, которое будет дальше звучать Уже в оркестровке Я сразу вас уже начинаю подготавливать Там, там, идёт... Чтобы вы уже начинали привыкать к этой мелодии Которая потом дальше идёт до конца серии Ну что могу сказать Вы сами все видели Вы видели, как происходит процесс Наверное, когда вы смотрели эту серию Вы себе даже представить не могли Наверное, думали Ну, я написал музычку Потом попросили Алину Она под эту музычку что-то там наговорила Напела Ритмические, гармонические И все это получилось Ну, так себе Нет, на самом деле Такого в мире Никто из композиторов Никогда не делал Если это кто-то сделал Пожалуйста, напишите Напишите мне Дайте ссылочки Мне будет очень интересно Если вы не найдете Тогда тоже пишите Но только пишите Как вам понравилось И какой я молодец Потому что все, что я делаю Для того, чтобы получить от вас признательность Спасибо вам большое Сегодня был мастер-класс С наступающими вас праздниками Всех крепко целую Ciao Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok